Какими ремеслами владели казаки, как они изготавливали необходимые орудия труда и конскую упряжь. В Куржиновской средней школе номер 2 прошел необычный урок в мастерской казака, на котором школьники приобщались к традициям предков. Подробности у Алибаташева. Этот ручной гончарный круг не исторический экспонат, а орудие производства, недавно сделанное своими руками. А школьник Данила Еремин – гончар, умеющий делать простейшие изделия и рассказывать об этом. В начале своей работы гончар выбирает правильную глину, которая при обжиге не будет лопаться. Сразу же после этого он осаживает на гончарный круг кусок глины, потом превращает его в конус и осаживает еще раз, чтобы полностью удалить пузырьки воздуха из глины. После этого он начинает формировать сосуд, вводя рукой вверх и вниз. Здесь все заняты делом и работа кипит. В импровизированной кузнице – молодые кузнецы. После того, как мы придали металл нужной формы, его нужно остудить. В этой кузне мы изготавливаем подковы. Продаем их на местном рынке или шорнику. Шорник Мухаммад Татаркулов хоть и не изготавливает сам седло и другую конскую упряжь, но знают о ней буквально все. Это все натягивается кожей, после одеваются тапочки, крылья, битюк и надевается крышкой. Чтобы седло не падало с лошадей, все это натягивается под кругой. А чтобы садник хорошо сидел, мы делаем специальные степена, чтобы ездить. И еще есть, чтобы ехать в горы, используют нагрудники, чтобы седло не падало назад. По соседству с шорником работает бондарь Ярослав Пинчук. Он занят изготовлением бочки. После этого, как мы сбиваем дощечки, я натягиваю резиновый кнут, чтобы придать окружность изделию. После этого я натягиваю железо, чтобы закрепить. После этого я проверяю ее на герметичность. Если она не пропускает воду, я ее отдаю на продажу на базар. Демонстрация основных казачьих ремесел сопровождается увлекательным рассказом учителя. Постарались воспроизвести казачий быт начала 19 века, чтобы дети непосредственно сами руками прочувствовали, как это происходит, что делается. Когда производишь руками, пропускаешь через голову, все очень хорошо запоминается. Мир казачьей культуры – это еще удивительные танцы, обряды, песни, которые помогают ребятам лучше узнавать историю своей родины и любить ее по-настоящему. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район.